У нас обычно есть некоторая дистанция между фильмами, которые мы смотрим, и теории, про которые мы говорили в фильме. И сегодня как раз такой случай, когда я предложу вам 2 стратегии анализы через феминизм-оптику, то есть вы знакомы вас с двумя подходами феминизм, через которые можно воспринимать кино и воспринимать то, что считает женщина в патриархальной культуре. И еще предложу такой небольшой экскурс в то, как выглядит современный феминизм сегодня, который удивительным образом привлекается с тем, как в этом фильме устроено повествование. И начать, конечно, нужно с фильма. Это фильм 2013 года «Волносимой шкуре» Джонатана Глейдера, который на Венецканском фестивале участвовал в основном конкурсе, наделанного шумом. И в 2014 он был в большом прокате. И по рейтингам Siding Sound, это британский труднейший влияние нашего журного кино. И Каидо Санима, он вошел в пятерку, в тройку самых интересных фильмов 2013 года. То есть он действительно очень почитающий музей. Я уверена, что он вас не оставит равнодушными. Вопрос только в какую сторону. Собственно, в основе этого фильма лежит роман Мишеля Фейдера, который вышел в 2003 году. И уже тогда у Джонатана Глейдера появилась идея снимать фильм по этому роману. Надо сказать, что он довольно сильно отошел от его содержания. Я специально не буду сейчас говорить о чём был роман, чтобы все, кто не видел фильм, предвкушали то, что в нем будет. Но потом на обсуждение чуть-чуть можно затронуть эту тему разницы, потому что это интересно, в какую сторону он ушел и почему. Но что мне кажется важным именно относительно фильма, так это то, что главный роль в нем сыграла Оскарль Тьохнесса. Оскарль Тьохнесса «Голливудская дива», «Гламурная звезда», такая мульмана в наше время. И вот эта её очень узнаваемая типажированная красота блондинки с куклами и красными губами оказывается очень важной для этого фильма. И совершенно не случайно, что для такого достаточно авторского кино вдруг режиссер берет «Голливудскую звезду». На самом деле, Скарлетт Йохнесс и Джонатан Глэйзер они обсуждали очень долго перспективу её съемки в его фильме около десяти лет. То есть с момента, как вышел роман, когда он уже знал, что будет снимать этот фильм, он заочно как-то спросил, а не снимем, когда я на него кино настроил, конечно, снимусь. Вот он готов к моменту, когда появился какой-то сценарий, стало ясно, что кино, которое получится, не очень похоже на то, что обычно снимается Скарлетт Йохнесс. Скарлетт Йохнесс сказал, что да, я буду сниматься, окей. Но на это рассчитано, на самом деле. И что интересно, после съемок этого фильма по Скарлетт Йохнесс очень сильно изменилось. То есть если до этого, до съемок фильма, в фильме «По грудные шкуры», Скарлетт играла таких нежных, милых блондинок, девушкой в чужой серёжке, да, девушка, которая молчит и просто красиво улыбается, да, трудности перехода, милая, молчаливая, молодая жена, которая не знает, чем себя занять. Матчпоинт, Вики Кристина Берсион, все всегда какая-то одна и та же милая блондинка, сексуально, естественно. После «По грудной шкуре» она снимается в фильме «По грудной бусин», она снимается в фильме «Призрак доспехов», где она вообще играет не человека. Она снимается, даже не снимается, она озвучивает в фильме «Она», искусственный интеллект. И очень чётко можно почувствовать, что её амбуа смелой блондинки смелилась на амбуа настолько сложных женщин, что её невозможно выразить в рамках человеческого. И вот эта способность женского образа перейти к границу человеческого является одной из тем тех теорий, которые я вам хочу предложить. Собственно, мы уже касались этой темы, когда в прошлом цикле мы говорили по работе Ян Сиксу «Смех медузы». Собственно, медуза – это такой мифологический монстр женского пола. И вся культура западная, она очень насыщена этими монстрами, которые в основе своей, в основе генды лежат женщины. То есть, соответственно, это такие монструсно-фемильные образы. И в 1993 году Барбара Крин, известная феминистка, она написала работу, которая называется «Ужасная монстрома фемильная», которую она написала сильно обыкновившись более ранней работой Юлии Кристевой, «Силы ужаса», про которые мы тоже вспоминали. И основной ее интерес в этой работе касается того, откуда берутся в культуре в визуальных образах вот эти монструозные фемильные образы, и что за ними лежит, почему они продолжают существовать. И Барбара Крин интересует, в первую очередь, фантастическое кино и мистическим криллером. Мы как раз будем смотреть фантастическим и мистическим криллер. И она обращается к этим образом и говорит, что в сердце Юлии Кристевой мы, на самом деле, фантастическим сегодня еще придем в другой ее работе. Поэтому я буду часто вспоминать. Собственно, Барбара Крин говорит, что вот много таких образов, о чем же нам говорят. Но, конечно, именно говорят о том, что у мужчины есть некоторый страх астракции перед женщиной, и из-за того, что нашим трудом патриархами в ней формируются вот такие образы, которые женщины делают монстры. Это одна такая причина, которая, соответственно, поворачивает вообще весь разговор об устройстве этих образов в такую психоаналитическую перспективу. То есть мы сейчас будем погружаться в психоаналитическую теорию с точки зрения феминизма. И вторая причина, которая лежит за этими женскими монстрозными образами, лежит в области опыта любого человека, не важно, мужчины или женщины, когда ребенок начинает осознавать себя, то есть в таком раннем младенчестве, он начинает мысленно отделять себя от матери. До этого момента он и мать на него едины. То есть это вот первое субъективное ощущение того, что он не дает с чем-то отдельно. В этот момент он в процессе отделения начинает отторгать мать в пользу отца символического порядка, потому что отец не кормит таким образом через тело, так как это делает мать. Собственно, почему это важно проговорить? Потому что вот этот опыт отделения отторжения матери, он запоминается в бессогнательном и является неотъемлемым опытом любого человека. И он, естественно, оставляет след в культуре. Вот этот опыт отторжения создает образ отторгнутой матери. И у Кристины про это тоже очень много написано. Она называет этот процесс объекцией. То есть есть объект объективированный, а есть А объект через А, как нечто отторгнутое. И в этом процессе то, что отторгается, приобретает некоторые негативные черты. Почему? Не только потому, что хочется от этого отделиться. Потому что мать продолжает делать то же самое. Она продолжает отторгнуть. И она нарушает ту границу, которую создает только начинающая себя осознавать с ребенка. Это нарушение границы закрепляется за этой отторгаемой матери. Поэтому, говорит Баберли, все эти устроенные фемильные образы, они несут в себе это содержание нарушения границы. Они нарушают границу, они разрушают установленный порядок, они нарушают установленную систему. И так как с точки зрения феминизма патриархальная культура это и есть идея установленного четкого порядка и системы, соответственно, такой образ, он разрушает патриархальный порядок. Почему это ведет? Говорит Баберли. Она из области психоанализа переходит окончательно в область эстетики, обращается к кино и говорит, что в кинематографе на экране эти образы делают с нами то же самое. Они нам доставляют пересматривать вот эту границу между человеческим и нечеловеческим, между тем, что является приемлемым, а что является неприемлемым, и вновь ее прочерчивают. То есть они ставят этот вопрос и обозначают ее снова. Образы, которые предстают в фантастическом кино, как описан Барберлин Битт, всегда содержат в себе те элементы, которые в культуре находятся в области того. Это различные бразды. У нас есть дополнительные бразды. Я думаю, что это не так. Ладно. А можно просто туда? Нормально? Нормально. Может, все в порядке. Мы просто там не берем. Приятно видеться пополам. Я сейчас уже находилась в процессе объяснения концепции параллелепритов с троной фемином, которая проявляется в классических фильмах Виангана. Это такая психолексическая транзакция. Собственно, ее как раз пришла в части, в которой она описывает, как выглядят эти образы, чем они представлены. Они представлены тем, что вытесняется из повседневной культуры. И эту концепцию я предлагаю как одну из перспектив для понимания фильма, для такого анализа. Эти образы, монструозные феминные образы, они почти всегда содержат в себе какие-то неприятные, запрещенные, невидимые, скрываемые в повседневности жидкости, какие-то отходы тела, какая-то слизь, какие-то сопли, что-то неоформленное. Предельным выражением вот этих образов становятся разлагающееся тело, например, труб. Потому что предельное выражение вот этого отторжения матери, про которое я говорила, это убийство матери. И у Юды и Кристены в ее работе, на которую очень сильно опирается Барбара Крилл, вот это отторжение матери, оно скорее выражается как желание ее убить. И вот это желание ее отвергнуть в предельное выражение убийства, естественно, будет выглядеть как труд, поэтому Барбара Крилл предельным выражением вот такого отторгаемого матери, вот такого существа является нечто несущее в себе смерть или признаки трудности. Собственно, переходя к тому, как может быть устроена драматургия в таких фантастических фильмах, где присутствует вот эта отторгаемая мать, которая, по сути, является таким, собирательным образом архаической матери. То есть матерью, которая не только представляет для бессознательного каждого человека эту мать, которую когда-то нужно было отвергнуть, чтобы осознать себя, но и мать, которая, возможно, родила все человечество. Зачем Барбара Крилл выводит эту архаическую мать? Зачем говорить о том, что, возможно, она являлась такой праматерью всего человечества. Затем, что в фантастических фильмах она приводит довольно большого количества разных примеров. Герой, оказавшийся наедине с этой архаической матерью, с этим монструозным, женским образом, он оказывается в двойственной ситуации. С одной стороны, его к этому образу, к этой матери, плечет, потому что он боится остаться один, он боится стать отвергнутым, он боится пустоты. С другой стороны, он боится ее всепоглощающей утробы, той утробы, из которой он был рожден, из которой, возможно, был рожден весь мир. Поэтому это всегда ситуация, когда герой образовывается в странном месте, не похожим на какое-то обычное повседневное пространство, которое нам может быть легко узнаваемо. Это что-то специфичное, и внутри этого специфичного пространства, архаическая мать, она иллюстрирует собой некоторое предназначение смерти и двойственный страх. Эта фигура монструозно-феминная, она одновременно привлекательная и одновременно отталкивающая. и рисует довольно четкую структуру и показывает на большом количестве фантастических фильмов, где есть вот такая яркая фигура женщины, монструозная, что это, действительно, схема, которая работает. И мне кажется, что мистический триллер, который мы будем смотреть сегодня, действительно тоже очень близок к такой интерпретации, психоаналитической, безусловно, где вот учитывается этот первичный опыт необходимости отторжения матери с целью осознания себя как чего-то отдельного. Это вот такая психоаналитическая концепция 1993 года, которая была вдохновлена идеями Юлии Кристевой. И, собственно, я предлагаю прийти к Юлии Кристевой дальше, но в другой ее работе, в эссе в эссе об ужасе она написала в 82-м, в котором их надо было 2-3. А в 85-м она написала работу, которая называется «Черное солнце». Это очень интересная книга, она написана в жанре сцен, и Юлия Кристева, она обращается, опять же, к психоаналитической теме, психоанализу семенистских позиций и к поиску такой стратегии, которая поможет женщине почувствовать в ее каких-то негативных состояниях возможность для рефлексии и выхода от этих негативных состояний. То есть ее интересуют меланхолия, депрессия, травмы, такие очень сильно негативные чувства, в которых человек может находиться довольно долго и обычно не может сам из них выйти. Почему мне кажется, что это актуально для нашего фильма? Потому что, на мой взгляд, это крайне депрессивное кино. Оно очень мрачное, оно, на мой взгляд, довольно тяжелое при всей своей визуальной аттрактивности, но просто насыщенное какой-то чернотой. И мне кажется, что вот та перспектива, которую пристава задает, говоря о меланхолии, она очень актуальна для понимания этого фильма. Потому что от обсуждения состояний, а пристава, она понимает меланхолию, как некоторое состояние невыразимой воли. Когда человек, его субъект, женщина, она не может объяснить, что она себя чувствует, ей больно, ей плохо, и она настолько замкнута в себе, что она не ощущает свою жизнь как питье, она ощущает свою жизнь как постоянно соскальзывающую смерть. Отсюда идет мысль о том, что состояние невынхолия и субъект, что она постоянно думает как кризис о создании мыслей. Когда она описывает состояние меланхолии, она говорит о том, что это нарциссическое состояние, нарциссическое в том смысле, что человек в состоянии меланхолии затихнет на себе, на своей вот этой проблеме. И Кристева, она описывает устройство этого депрессивного состояния меланхолии, как появляется этот нарциссизм. Она говорит о том, что меланхолия отвергает. Начинается вот этот процесс травмы, процесс печали. Соответственно, из-за того, что лечения любовь настолько сильны, что человек не может справиться с этой потерей, он пытается, его психологические процессы пытаются компенсировать эту утерию. Что делает субъект? Он берет то, что утеряно, то, что он очень сильно любит и воображение помещает в себя. То есть он хочет это сохранить в своем воображении. Он про это думает, это находится внутри него. И в этот момент, говорит Кристева, возникает такая бейственная, сложная ситуация. С одной стороны, я это очень сильно любую, поэтому я помещаю это в себя. С другой стороны, это меня отвергло, я это потерял, и за это я его ненавижу. Соответственно, в этот момент человек начинает ненавидеть то, что находится внутри него. Он начинает ненавидеть себя, он начинает себя отрицать. И вот эта зацикленность на своей собственной негативности, неполноценности, она для человека, находящегося в состоянии волонтолия, как объясняет Кристину, оказывается не связана с какими-то реальными факторами. Она оказывается очень воображаемой, и поэтому человек чувствует себя изначально неполноценным, изначально неуместным, абсолютно чуждым всему, что находится вокруг. Соответственно, его зацикленность на себе, она и создает вот эту нарциссическую поддержку, которая восполняет неполноту, но никогда не может ее восполнить до конца. То есть человек все время чувствует собственную неполноценность, постоянно к ней возвращается. Это немножко компенсирует вот эту его утрату, но при этом он постоянно пытается соскользнуть смерть. Вот так он описывает этот процесс меланхолии, процесс депрессии, траура. И когда Кристину все это описывает, она, мы, даже напомним, что Кристину, она вообще структуралист и пост-структуралист и симеотик. Она переходит к разговору о том, какое значение меланхолия может иметь за пределами субъекта. То есть вот мы говорим, что это состояние у человека, вот значит, ну, очень, ей очень плохо, она не может выразить его воли, она зацикленно на себе. И дальше Кристину задает вопрос, а может ли настроение быть языком? И так плавно переходит на тему языка, и переходит на тему культуры. И она говорит, что вот в искусствах воображаемая основа искусств создает возможность иллюстрировать вот эту попытку субъекта не потерять самому себя. И, с одной стороны, она здесь говорит о том, что, например, кино может выражать какие-то такие состояния, да? А с другой стороны, она говорит, что именно искусство, ну, она обращается к литературе, ну, понятно, что симеотику, там, с разговором в языке проще обращается к литературе, но мы понимаем, что кино это тоже язык культуры. И она говорит, что не просто кино может выражать через свои люди другие, через персонажа, через визуальные образы, вот эти состояния. Оно служит эффективным и мощным средством, которое позволяет запуститься к какому-то действию, переосознающему этот процесс. Ну, мне так кажется, она имеет в виду катерсис, потому что любое хорошее, сильное искусство, оно раскрывает от себя определенные процессы, и ты после этого чувствуешься обновленным и измененным. И, как говорится, сама тысива, искусство всегда, в культуре всегда было мощным терапевтическим средством от каких-то необъяснимых, неразъяснимых простым языком проблем. Именно поэтому, мне кажется, что вот разговор Муанхули, он очень актуален, он разговор об этом фильме, я потом попробую вам свою интерпретацию, то, что предложители, может быть, мы как-то вместе к этому придем, это вот два таких пути, собственно, вам рюбрид про мустроозные феминины образы, и второй про вот эту же разговор Муанхули о вот этом чувстве потери. И интересно, как, на вас взгляд, шоу потери на этом фильме и кем. И последнее, что я хотела бы вам предложить обсудить перед тем, как мы начнем фильме, это объектно-ориентирование феминизм, это такое, это даже не управление феминизмом, это такая тенденция в современном феминизме, которая, мне кажется, очень интересно привлекается, как я уже говорила, вот с тем, по какому принципу в фильме взаимодействуют друг с другом объекты и персонажи. Объектно-ориентированный феминизм – это вообще название сборника в одной из феминистских конференций, которая вышла в 2016 году, и его введение к этому сборнику было переведено для Сигмы. Собственно, мы-то и ознакомились с этим введением, и хотелось нам поделиться тем, как в этом феминизме предлагается восприниматься отношения общества между людьми. Катерина Хар, такой идеолог современного киберфеминизма, она художница, она вообще воспринимает феминистский активизм и теорию, и политический активизм как нечто такое единое. Она говорит о том, что объектно-ориентированный феминизм, он отталкивается от объектно-ориентированной антологии. Это очень молодая философия, ей тоже меньше 10 лет, они вот сейчас где-то параллельно за стендами устраиваются на конференции, и в сути этого объектно-ориентированной антологии, этой философии в том, что они противопоставляются классической философии. Если классическая философия ориентирована на человека в центре философии, то они говорят, что это все вторимо, это все уже не актуально, и на самом деле человек не центрее, чем любой другой объект во Вселенной. Все объекты между собой оказываются равными. И человек оказывается одним среди вещей. То есть нет большой разницы между стулом, между мной, между Валерией и ноутбуком, между мужчинами и женщинами тоже. И Катерина Михайловна говорит, что вот эту концепцию, ее можно использовать как инструмент феминизма. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, что это шутка, потому что вообще-то феминисты, они как бы против объективации. Женщину так заобъективировали, и женщина знает, что это не очень приятно и не очень здорово. С чего бы вдруг мы будем говорить о том, что классно быть объектами? В этом есть смысл, который заключается в том, что вместо того, чтобы пытаться поставить женщину на место субъекта, а субъектом феминизма, естественно, является такой белый, гетеросексуальный мужчина, который диктует устройство патриархального мира и говорит женщине, что делать. Более классическая стратегия феминизма в том, чтобы сказать, да вообще-то женщина тоже субъект, и она тоже может говорить, что делать. А объектно-ориентированный феминизм, он предполагает совершенно другой взгляд. Он предлагает воспринимать самого себя как объекта, как объект, на который смотрят и который воспринимают другие объекты, так же, как и остальные. Соответственно, мы оказываем всеми позиции субъекта, позиции объекта. И это проблематизирует сразу и субъект-объектные отношения, и властное отношение в патриархальной системе, и переориентирует человека с желанием влияния на желание события. То есть это такие более горизонтальные, точнее, в принципе, горизонтальные отношения, в которых идея иерархии, в принципе, исключается, что, собственно, является одной сценой феминизма, по крайней мере, третьей волны, каким-то образом перерасмыслить идею патриархальной иерархии. И что еще интересно, что с точки зрения объекта ориентированного феминизма, сама феминистская практика, она оказывается не зациклена на вот этих теоретических спекуляциях, на построение какой-то сложной теории, вот тут равные объекты, а вот тут переориентируют друг друга. Она показывает, что все это очень легко практиковать, в частности, в том же политическом активизме, в искусстве, в соучастии в каких-то коллективных действиях. Она пишет о том, что феминисты современные, они участвуют не только в феминистских каких-то встречах, но и в встречах тех же философов, потому что взаимное использование идей позволяет устраивать более сложные, многоризонтальные отношения. Это одна вещь. Вторая вещь, которая касается искусства и которая касается политического активизма, это опять же такое более синергетическое построение связи. В политическом активизме очень важно одновременное взаимодействие большого количества людей, и скваженная работа единиц, которые не представляют у себя именно лидеров, но готовы одновременно в разные стороны взаимодействовать с другими людьми. И то же самое она говорит об искусстве, потому что искусство создает объекты, создает произведения, в которых идея связи, в принципе, переосмысляется. Если мы возьмем какой-то арт-объект, то в нем всегда есть какие-то элементы, взаимодействующие определенным образом, и обостряющие идею того, как они связаны, как-то необычно, как-то по-моему. Соответственно, снова проблематизируется вот эта идея каких-то устоявшихся традиционных связей, какого-то порядка, системы традиционные, которые свойственны патриархальной культуре. И поэтому... А где оно началось, скажем? Скоро начнется. Маска, как видите? Вы можете надеть, как видите. Да, собственно, я вот как раз хотела закончить тем, что Катерина Михайловна говорит, мы вообще не хотим какую-то новую философию установить, мы не против ошибок, мы за противоречия, потому что противоречия, они стимулируют критику и более глубокое и более сложное понимание объектно-ориентированных отношений. Собственно, это даже не предложение, естественно, но это просто интересная оптика, очень современная, которую я только-только сейчас начала произвести. То есть это просто сборник, который объединяет какие-то очень свежие взгляды на отношения между людьми, и они несут в своей основе феминистскую оптику. И мне кажется, это интересная компания с фильма, на мой взгляд. Но можно за мной их посмотреть? Скоро всего, я еще ухожу на троман, на этом моте. Вот вы можете понять руку, кто уже видел этот фильм или знает, то есть, что это роман. А вот кто не видел, не знает, это ваша версия. А кто знает сейчас фильм? Ну, я имею в виду первый просмотр, что, как вам кажется, я имею в виду первый просмотр, но явно какая-то инопланетная раса, лопит людей для чего-то, вероятнее всего для того, чтобы их есть, я не знаю, ничего, оставляет кожу, потом в эту кожу наряжается, то, что остается вот в этом пространстве, и потом под маской людей опять ходит и убивает людей. Это интересная версия, что он наряжается. Мне кажется, все-таки они найдут людей. Нет, да там действительно был момент, когда кожа, ну, моя семья сам, кожа встала, там, оставляют, видимо, с каким-то специальным исцелем. Уж там тоже вся перерабатывается, нам показывают, что она вся перерабатывается, и красные линии там под конвейер, уплывают. Ну, это, да. Просто кожа, это невкусно, видимо. Вы знаете, как, извините за сравнение, соленые помидорки. Мне кажется, можно здесь в этом смысле? Я просто поставлю, просто вот в ряд, я вам мешаю. Конечно, сдавьте, пожалуйста. Спасибо большое. Стоит обратить внимание на название оригинальной адреса скин, то есть, потому что под шкурой и под кожей, под шкурой немножко разное название, потому что оригинальное название, по частности, мне кажется, ставится проблемой внешнего и внутреннего. То есть, есть образ одежды, в которой она одевается, есть ее внешняя оболочка кожи, есть, как персонажи, есть внешность у нас, условного человека, слона, да, и его какое-то тоже наполнение есть, эти мужики, которые плавают в каком-то повешенном состоянии, и из них тоже остается в нашу сторону. То есть, это, мне кажется, это было не реаленнее стоит рассматривать. Ну, то есть, внутренний, вот, что он ходит, самая положительная, то есть, свой активный, но скобный. Там же и он, и внешний. То есть, по крайней мере, это точно задается... Это, наверное, какое-то уже современное искусство. Это следующая трансформация цвета черного, которая приходит в реальность. Аня, сейчас, это тоже кроме того, что можно услышать. Ну, вот, героиня Скарлетт, если говорить про внешнее и про внутреннее, там же, на самом деле, немного вот этих слоев, кроме того, между вот этой шкурой человека, женщины, которая... Я бы даже сказала, шкура Скарлетт, у которой оказывается эта героиня, и вот этим измерением какой-то человечности, которая оказывается ей свойственным, в конце концов, и что, в общем-то, становится причиной его гибели, вот этот интерес. И там чувство, которые на две части делятся. До встречи с этим человеком, в основном, в смысле, почему-то ей хочется побыть в шкуре человека, она пытается попробовать что-то съесть, какие-то чувственные испытать ощущения. То есть она почему-то вдруг появляет интерес к людям не как к какому-то источнику ресурсов, да, для их существования, а появляет интерес к существу эмпатии. И хочет побыть. Да, да. Мне кажется, что это важно, что через этого человека-слона это происходит, потому что он инаковый, и нам подчеркивают вот его инаковость, он совершенно оригинализирован, он чужой, он не может быть собою, у него нет никаких связей социальных и индивидуальных, и вот эта его абсолютная инаковость становится, видимо, для нее каким-то триггером, что она понимает себя. У нас себя узнает. 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 Узнает, как и все остальные, так же он отвлекается и идет под логой, да, в общем. Но она его отпускает, но она его отпускает. У меня ассоциация с этим фильмом, есть «Познакомьте Джо Блэк», где Питт играет смех. И вот у меня жесткая аналогия сейчас соскарбит, что она играет смех. Вот, да. Она играет такие вот вещи, она и соблазняет, она находит, вот, первый, там, герой мужчины, да, и все падки на ее сексуальность. Она это чувствует, она это обыкновенно, причем в такой довольно-таки, ну, обычной манере, она ведет довольно-таки в примитивной диалоге с ней, да, ты живешь один, там, не один, вот. Она какие-то вещи такие обыкновенные спрашивает, и они все повторяются в своих разговорах с ней, в конечном итоге они все приходят к одному и тому же. Она их приводит к тому, и они, в конечном итоге, они рады. Вот интересно, что у вас не было на… я говорила перед началом фильма о том, что «Передине», но вы как бы как будто бы его слушали, потому что я как раз… видимо, мне нужно было как раз думать, потому что вот у меня картинка, вот познакомьтесь, только он, да, более такой художественный, да, он обыгрывает какие-то более тонкие моменты, попытки смерти, да, впоследствии, ну, как человек, как мы себе представить, прочувствовать нашу человеческую жизнь, любовь, да, что лично глубокое. А? Вы думаете, здесь нет? Есть. Есть. Она как раз-таки, она как раз-таки и пробует после этого парня, да, который, ну, урод внешний, да, спросите мне. Вот. Она, ну, вот, девушка сказала, у нее сломался триггер, да, она… что-то сработало. Ей, по всей видимости, ну, я считаю, что он чуть-чуть недораскрытый. У него много недоскаженности. Да. Ну, то есть, это как пища для ума. Каждый выстроит свою цепочку, грубо говоря, но… Вот что-то есть мне и с тем фильмом, и этим, вот что-то есть. Просто этот более красивый, художественный, он такой про любовь, а тут такой более глубокий, давящий тебе на психику, чтобы твой мозг просто фульсировал и взрывался. Возможно, все дело в монструозном женском образе. Ну, это не монструозный, до самого финала. Ну, да. То есть, как бы, напрямую этот момент… Не, ну, она косвая, но косвенно монструозный, потому что она пожирает мужчин, она совершенно бездушна, она оставляет маленького ребенка умирать, ну и так далее. Да, да, ей не присуще чувство. Заметьте, это очень четко режиссерам подмечено. Вполне. Не трогай там крик маленького ребенка, который там остается один, да, умирающие люди тонущие. Это вполне человеческое поведение, какие-то людей ломаются. А к чему вы говорите? Ну, вы говорите, да. Тут, может быть, и к нам тоже есть вопрос, и, да. Подумайте, смотрите. Хавчик нашла, значит, надо хавчик унести, а остальное оттуда. Ну, да, ну. То есть, какие амологии финишные. Постойте, постойте, постойте. Здесь пожирают мужчин. Никаких мужчин она не пожирает. Но все поняли именно так. Все поняли. Нет, я бы сказал, что вообще-то у нас есть какие-то еще персонажи на байках, да? Да. Я бы даже сказала сутенеры. Которые как сутенеры. Ну, как душица. Мне кажется, на них вообще рухая ситуация, а она здесь использована. Я тоже сказала про эксплуатацию, но потом можно в конце расскажу про Марксину. А какая здесь она? Когда она шла по улице, она рассматривала женщин, она весь купала. То есть, вот что произошло там. Кто пришел на помощь. Ну, там, да. И мужчин. Я просто не помню, эта сцена была до того, как она познакомилась с человеком. Но или уже после? После. После. То есть, получается, вот эта встреча на нее произвела такой эффект, что она как-то вот это вот падение стало какой-то вот разделяющей чертой. Ну, да. Там еще как раз, это чуть не единственный момент в фильме, когда длинная сцена с документальной съемкой ставлена. Вот. Этот док, он как бы пытается втащить эту героиню в какую-то реальность вот этого города. Потому что, в целом, просто, вот я говорила, что не случайный выбор Скарлетт Йоханссон. Мне кажется, что Скарлетт Йоханссон в глубинке Шотландии это примерно то же самое, что на планете Земля. Скарлетт Йоханссон едет в Ферсон. Да. То есть, это примерно равнозначные вещи. И ее вот эта звездность, а по легенде Глейзера, якобы они многие из вот этих сцен в машинах сниманы скрытой камерами, что видно, что это не правда. Но по легенде это было так. Якобы там есть случайные люди. Но, знаете, она сидит в черном парике, а в черном парике мы ее не знаем, она же блондинка. Вообще не может. Я, вообще, девочки. Якобы ее люди не могли там узнать, потому что никто бы не подумал, что она там может что-то делать в тот кто-бы-могает, кто-бы. Я думаю, что это маркетинг и выкупы. В том числе, безусловно. Я думаю, даже если ее надо, вновремя и выпустить в Ну, вы смотрите, что получается, по сюжету, по нарративу, она действительно привлекает мужчин своей сексуальностью, она привлекательна, она их притягивает, они вместе отправляются заниматься логи, мужчины оказываются в странном пространстве, на полном непонятной жидкости, которая их поглощает, из которой они не могут выбраться, они не понимают, что происходит, и она как-то так делает раз за разом, раз за разом. И все-таки этот образ женский, он становится негативным. Видим, что она не пожирает этих мужчин, но растворяет этих мужчин. Это напоминает Магнановского, где мужчины оказывались внутри зрачка у женщины, знакомились у Сигизмунда. А ты здесь кто? А я здесь первый. И так вот как бы обустраивалась эта жизнь. Она почему-то охотится на леночек, на таких отшельников. Да, кстати, это одно из одиночеств. Да, одиночество. А что я говорю? Вроде бы и среди людей, и при этом сами по себе. А вот этот чешский паен вообще интересно, он же не собранился ей. Он сказал, я уехал. Зачем ты это здесь? Его отвлекла вода. Мне кажется, что тема одиночества здесь, вот то, что я говорила про манхолию, про депрессивность, она здесь как раз выражена в том, что все персонажи, в принципе, которые начинают взаимодействовать, оказываются одиноки. А что с ним стало? Она, зачем ты его, никого же она ведь так вот ни с кем не поступает, а зачем ты стукнул ее в камушку? Мне кажется, Лёвка, когда он бросился за людьми спасать, там была цена, что она довольно-таки наблюдала за этим, то, что он бросил ее и начал спасать людей. Потом, в конечном итоге, когда ему уже не удалось, и когда она дыряв, она же специально взяла кирпич, ну такой булышный, да, и треснул ее по башке. Это ревность, есть такая. Нет, вот это ревность. Может быть, я бы не ошиблась, но как бы немножко сибиристая, и я не помню. Нет, нет, но это же не просто. Зачем драйвить к себе, если он как-то протон. Да нет, особенно на болезненный реагирует на такие вещи, что вот, как бы сейчас очень активно включились, извините, мужчины в сцену, когда вот что-то было причинено мужчине, но при этом секс не решает. Так что так, я думаю, что он должен включиться. Нет, пойдем, нет, пойдем. Он даже ждать, пока он уже живется, придет в рабочее состояние, потом его осоплодит. Нет, вот он лежит, зачем сейчас что-то предпринимать? Все, он уже управляет, вытащил его. Все, мы начинаем. Погоди, у нас не такой сильный мембр, поэтому нам тоже нужно. Кажется, что вот эта тема одиночества, есть, конечно, всякие дистанциальные смыслы, метафизические, метафорические, но кажется, это прямая аналогия все-таки с тем, как мужчины выбирают женщин во время насилия. Типа, ты одна здесь? Лесник ее тоже спрашивает. Ты одна здесь? То есть она сдает и речи не только о физическом одиночестве. Потому что как только они одни, эти мужчины, их никто не будет искать, их никто не заметит. Как только она видит мужчин, которые рядом в компании с другими мужчинами, есть начальство, она тут же уезжает. Потому что она физически не может их всех одолеть. То есть так же, как маньяк-насильник, когда он выбирает себе жертву, он выбирает того, как он может одолеть физически. Мне кажется, да, это про уязвимость. Еще здесь можно увидеть такую линию, довольно очевидно, что как только она выпадает из системы, в которой она участвует с этим уничтожением, у нее же есть вот эти ребята, которые там за ней почищаются. Как только она из нее выпадает, как только она перестает подчиняться вот этой системе, если мы эту систему выразовываем патриархальную систему, она сразу же оказывает уязвимый. И получается, что если ты не в системе, то ты как бы уже становишься объектом, ты становишься объективированной женщиной, которая как бы из нее уже не стащит. Почему это повторяется? И она, как раз, ее предшественница, которая надежда поддаемства закончила плохо и она будет в ней. Вот, собственно, как раз с этой первой женщиной у меня как раз такая первая была интерпретация, которая хотела вам предложить, очень похожего образа, связанная с тем, как в самом начале очень активно показано, что она погружается в какой-то понятный сексуальный женский образ, который эксплуатируется одновременно ей и одновременно мужчиной, на которой вы над ней как-то стоят. Ну, мы видим мужчин, да, поэтому мы скрываем как мужчину. И, в конце концов, этот образ оказывается смертоносным и убийственным и для этих людей, и для нее тоже. Фильм как бы показывает, что вот эта вот законсервированная косность сексуальности, которая была создана, ну, можно разное найти в стоке, но, если говорить там от, отталкиваться, да, от звездного статуса, скажем, то, что она очень часто ассоциируется с Мерлин Монроу, то есть она была создана массовой культурой, массовым кинематографом, соответственно, этот фильм, он показывает, что этот образ, на самом деле, он разрушительный для всяких. И мне кажется, вот это интересно, что в итоге под этой оболочкой оказывается тоже очень что-то уязвимое, что-то не выговариваемое в терминах человеческого, поэтому фильм выходит на территорию фантастики, потому что под этой оболочкой нет чего-то такого, что можно описать при помощи понятных нам терминов и образов массовой культуры, потому что кино, оно пронизано, и не только кино. Это, мне кажется, такая важная линия этого фильма. А другая, конечно, связана с ее рефлексией, с тем, что все-таки здесь женщина из объекта в какой-то момент превращается в субъект. Мне кажется, что сцена, где она ест тортик, вам показала, что она немножко затянута. Там вот такой момент... Ну, там-то надо решиться вот эту гадость попробовать. Ну, наверное, что он вообще не ест. Увезло, когда не любишь углеводы. Она не ест, действительно, на весь фильм, то есть она, как-то очень... Она засула под конец. То есть когда вы хотите повыкраны из себя... А заметно, но даже, простите, перебью, когда ее этот мужчина подобрал, который увезли к себе, который к ней отнесся. Опять же... Да, малюски, твоя, да. И когда он попробовал с ней вступить в близость, ее реакция была. То есть эта сцена тоже оборвалась, когда она взяла этот светильник, посмотрела, все, его бросила и ушла. О чем? Ну, то есть, опять... На думу, вайсап. Что там? Что она там выглядит? Нет, все, мне кажется, сходит. Все, да, все сходит. Потому что есть вот эти пути ее грехопадения. Ну, в тот момент, когда она очеловечивается или, наоборот, лишается человеческого и переходит в сферу человеческого. То есть здесь можно так это повернуть. Это сначала она понимает инаковость, потом она уходит из-под вот этого объективирующего и патриархального взгляда и этого мира, который ее эксплуатировал. Эксплуатировал ее тело и ее образ. И дальше, соответственно, она пытается попробовать, типа, то, что свойственно человеческой природе, еду. И нам это долго так показывают, у нее ничего не получается. Дальше она пытается, ну, то есть она пытается физиологический опыт пережить. Тот физиологический опыт, который ей был чужд по строению ее не антропоцентричного. Потому что она не антропоцент. Она пытается съесть, ничего не получается. Она пытается войти в сексуальную близость. Она не может, потому что она лишена телесности. И она понимает в этот момент свою инаковость и лишенность возможности этой телесности. И в конце она засыпает. У нее получается уснуть, уснуть как у человека, как человек. И в этот-то момент ее и насилуют. То есть в этот момент чувак нехороший, лесник, и приходит к ней, и ее начинает хватать. То есть в тот момент, когда она чувствует вот этот именно физиологический опыт, который совершенно ей чужд по ее природе. Она засыпает и ей снится. Мне кажется, она приобретает, наоборот, этот физиологический опыт. Ну, да, или так, приобретает. Этот момент сна очень важен, потому что она вообще видит сон. Мы впервые обнаруживаем вообще это пространство с этой двойной экспозицией. Она... Ну, то есть такая классическая металла про женщина-земля. Она уцелевается с этим весом. И там есть еще такая... До этого есть сцена, где она тоже начинает осознавать свою связь с землей. Когда она из машины, помните, в туман белый приходит. И у белого цвета в этом фильме довольно четкие значения есть. Она рождается в белом свете. Она в белом свете себя осознает в первый раз. Ну, вот сквозь туман видит природу, землю. И она прекращает свое существование. То есть она осознает, как бы, конечность своей экзистенции в финале. Когда... Когда она насыпется пепел. Уже в конце снега она насыпется пепелом. Ну, тут так же, как оппозиция внешнего внутреннего, развивается так же черное-белое. Вполне так экзотическое, как и меня. То есть там у нее черное тело. И вот этот белый снег, а она тут в белом свете. То есть черная жидкость, которую она погружает самцово. Вот. А по поводу... Я согласен, что она проходит, вообще говоря, сексуальную субъективацию. Вот что, мне кажется, женщина здесь проходит. Она описывает ряд образов. И вообще фильм, так или иначе, подразумевает космическую одиссею публика. Через образы глаза, через определенную музыку, через начальные кадры состыкования чего-то с чем-то. Главная проблема космической одиссеи – это нечто непознаваемое, как в самом деле говорили, уникантного бога. То есть некий черный монолит, который остается непознаваемым. Здесь не черный монолит, а черное тело. Черное тело. Да, черное тело. Ну, внутреннее. Можно это... Там обозначено как-то. Субъективность. Да. Но я сейчас не буду... Вот этот черный дым. Там это да. Просто долго придется разбирать и говорить. А вот сейчас хочу рассказать об этом. И это черное связано с чем-то внутренним, с какой-то субъективностью, как мне кажется. И также здесь хорошо работают эти образы. И когда она падает. И образы зеркала здесь вполне оправданы сопоставимо со стадией зеркала Лакана. Потому что Лакана в стадии зеркала не будут в подробности погружаться сейчас. Связано с тем, что ребенок видит себя в зеркало. И это начало обретения субъективности. Потому что он видит как бы себя со стороны. Здесь происходит сексуальная субъективация. То есть видение себя со стороны какого-то своего образа в ином статусе, качестве. И это подчеркивает сначала, когда она пускает этого уродца. Она просто смотрится в маленькое другое зеркальце. Потом она падает. Потом она уже смотрит полностью свое тело в это зеркало. И это вот развивается постепенно-постепенно. Ну и в это ее становление, в эту ее мотивацию, конечно, входят все эти образы. Она пробует то, что она приобщается. Образы поверхности, мне кажется, ваша мысль, это образы всей жидкости. Потому что они все блестящие, они все выражающие. И внутри них находится некоторая глубина, которая, собственно, и оказывается глубиной способна погладить мужчину. Которую мужчины боятся. Потому что они не могут до конца понять женщину. Потому что женщина, она не может быть записана в категориях мужчины в принципе. То есть, это место пугающее и неознаваемое. По-разному разворачивает. То есть, действительно, мужчины высасывают, опять же, это нутро. То есть, так можно сказать, что почему мужчина боится женской субъективности. Потому что она приходит им как конкурент. Как некий конкурент. И, конечно, конечно, в конце она уже когда-то субъективность. То есть, воспринимаем это как образ субъективности ее черное тело. Когда она выражает, она может не быть наказанной. Она, в конце концов, сжигается, как ведьма. Говоря о нашем прошлом. Да. Говоря о прошлой лекции. Преститутка становится ведьмой. Оказывается, она сжигается. Да. Именно вот эти мужские. Именно так же, как все это сжигание и ведьма. А мне кажется, что здесь все-таки есть такая тема, что восстановление до конца не происходит. Что она обнаруживает себя. И это просто иначе существом. Мне кажется, это очень интересно, что это не чернокожая девушка. Это чернокожее существо. А образ другого в западной культуре часто сантимуется. С темнохожим человеком. И она просто смотрит на вот эту резину с лицом Скарлет Йоханссон. И это единственное, что у нее есть, это вот этот проклятый сексуализированный образ с этими ресницами и кубичными нитями. Это все, что у нее есть. А у нее вообще ничего нет. А тут мы возвращались к проблеме внутреннего резкого. И я не хотел об этом говорить. Но меня тут подталкивают. Потому что что такое внутреннее, что такое субъективность в конечном итоге. То есть может из кожи вытернули. То есть там по какому-то конвейеру после этого тянут какие-то фекальные массы. И в общем-то это и есть то, что называется субъективность. Мне кажется, это больше похоже на фашку нарезок. Увы. А у меня возникли ассоциации с фильмом «Проиключение литовани». И причем как раз и этот и тот фильм, это торжество именно какого-то демоноидности. То есть любое более совершенное существо, не андроид, почему-то мечтает стать человеком. Морковым. Нет. Но еще мы не в основном. Нараза более совершенные. Да. Но они почему-то хотят стать менее совершенным веществом. Маниакально так. Ну и в конце концов осознают, что это невозможно. Что вы лихоньки, вот так едет, да? Ты понимаешь, что не стать с товарищами. А это куча человеков построили вообще произведение. Но мне кажется, что проблема в том, что кино снимает человек, а не себя. То есть ему все волны за ним. Давайте вернемся в шестовремя. Выправление женщины. Относительно к родной женщине. Начинясь и русалочки, которые почему-то захотелся обрести. Галина, друзья, мы хотим вернуться. Мы хотим вернуться к обсуждению не русалочки, а фильма. Мы хотим вернуться к родной женщине. Разговоры о патриархальной и непатриархальной культуре. Тут еще, мне кажется, такая есть линия. Она становится чувством. Она начинает обретать какие-то человеческие качества. И становится уязвимой. И как будто бы за это она оказывается наказана. Потому что в сцене, когда у нее в машине нападает группа мужчин. И у нее никаких чувств нет. Она как бы дает на газ. Она за рулем. Она спокойно спасается. Потому что это рациональность. И вот здесь режиссер, он как бы закрепляет рациональное за патриархальное и рациональное за женщинами. Что, в общем-то, с точки зрения современного феминизма, то есть феминизм уже устаревшая концепция. Но все-таки он как бы делит и показывает, что именно уязвимость, именно вот эта вот чувственность, она возвращает, ну точнее дает этой героине чувство жизни. И мне кажется, что вот тема меланхолии, про которую я говорила в введении. И вообще интересно, что Кристи, вот эта книга 85-го года, про которую я говорила, называется «Черное солнце». Когда мы говорим «Черное солнце», она имеет в виду, что человеку снится солнце, которого нет на самом деле, потому что это сон, поэтому оно черное. И здесь тоже есть такой момент, что чернота, она в большом количестве присутствует в фильме, и наша героиня тоже ничего не чувствует. И вот как женщина, субъект, находящийся в состоянии травмы, депрессии, не чувствует своей связи с жизнью, он чувствует свою отторванность. Также и она не чувствует свою отторванность, пока не начинает через вот это депрессивное состояние, через вот это обращенность. Как зеркало первый раз работает вот этот вот человек-слон. Она прям себя узнает, и начинается вот этот процесс, она просто поворачивается лицом к своему депрессивному состоянию, к своему чувству нахвости. И как раз это раскручивает ее связь с миром, то есть негативное состояние само возвращает ее к жизни. Мне кажется, это интересно вот с точки зрения того, как здесь вот эта отчужденность, вот эта внутренняя пустота, опять же замкнутость вот в этих границах образа. То есть она, по сути, как бы, если бы мы закрыли вот эту всю линию с фантастикой, ей просто приходится работать проституткой, и ей от этого не очень прикольно. Она как бы в тисках какой-то системы, и поэтому она оказывается внутри пустой. Мне кажется, тут есть вот такой момент с этим депрессивным состоянием внутренним. Точно, совершенно. Я когда смотрела фильм, у меня она ассоциировалась с проституткой, и с трауром, и с опустошением, и с жертвой насилия. То есть она такая сложная здесь очень образ у нее, и которая включает в себя вот эту какую-то пустоту и маску вследствие травматического опыта, ввиду травматического опыта. А что травматический опыта? Вот этот, ну, видимо, система, то есть ее отсутствие самосознания. И тогда мы как раз возвращаемся к марксизму, что она формируется, она формируется вот здесь под влиянием другого, вот этой среды, этой системы, да, этих патриархальных, патриархального мира, или своих сутенеров, ну, и то, и другое, да, своих каких-то демиургов. Она просто забрасывается в этот мир, и она еще лишена своей субъективности и своего самосознания. Она следует по тому пути, который ей проложил вот этот патриархальный мир. И он ее эксплуатирует, он ее исчерпывает. И в этот момент непонятно, как бы можно здесь сказать, о ее травматичности или нет, но в тот момент, когда она начинает обретать самоидентичность, самосознание, и через систему узнавания себя вот в этом маргинале у нее начинает работать самосознание, и самосознание для нее приносит вот это ощущение инаковости, которое явно связано с тем, что она начинает понимать, так или иначе, не важно так понимать, но она чувствует, что ее та модель, к которой она принадлежала, она для нее невозможна, она в нее не помещается. И дальше усиливается же как раз она падает, у нее какая-то мимика, кстати, растерянная, появляется в Перуне, у нее появляется в актрисе растерянная мимика. Она падает, у нее растерянный вид, она приобретает слабость. И вот это все она приобретает в тот момент, когда она покидает патриархальную систему и обретает самоосознание и идентичность. И в этот момент она чувствует эквисоциальный кризис, погибну, то есть смерть, бездну, и вот это вот всё. А можем ли мы точно утверждать, что её сутенёры были другого пула? Ну да. Мы знаем, она прекрасна. Если вообще вот их, вообще, гендер какой-то, они просто эксплуатируют... Ну, неважно. Они просто эксплуатации. Они просто эксплуатации. Да, теоретику не нужны человеческие, чтобы ловить человека. Нет, может быть, они просто эксплуатации. Ну, если бы было желание размыть гендер, это можно было бы далеко сделать. Всё-таки они сохраняют какие-то черты, женские мужики, поэтому... А тут вообще надо... Конечно, фантастики никак не нет. Тут намерен вход от фантастики, и всё, в общем-то, та же система, те же люди. То есть, ну да, это может быть какого-то большего развития, но, в общем-то, они так же эксплуатируют женщину, так же. То есть, ставлю добрый патриарх. Если можно сравнить с оригиналом, вот в романе, я говорила, что он сильно отошёл от романа, всё-таки, если человек, это вот фильм... В романе они действительно являются инопланетянами, и они проектировали землю, чтобы делать из людей консервы, потому что на их планете человеченка – это деликатес. И вот они это делают, и для того, чтобы осуществлять вот эти акции, по... акции... ...и превращение людей в консервы... ...и превращение людей в консервы... Роман ведётся вот её лица, по большей части, и она очень сильно страдает от того, что она стала уродливой. А-а-а... Понимаю. Это объясняется, почему она сопереживает этому... ...человеку самому и так далее. Да, в оригинале это было именно так, что она от этого мучается, и... Получается, в конце не стима всех спасанных, и он более полный шестер. Ну, не спас, там же все прочие-то остались, погрустил вот этот человек иногда гараж, байкер, вот, и вернулся к производству наверняка дальнейших консервов. Вообще, кстати, там есть момент, который очень интересен, потому что вот перед тем, как отпустить человека, она смотрит, ну, человека-слона, она смотрит в зеркало, и вот этот байкер, он смотрит в то же зеркало потом, когда он посещает этот дом, они всё-таки повторяются, они более идентичны, чем это кажется. То есть, в этом отношении взаимодействуют. Все это само очень безвыходно, потому что её сжигают как ведьму. И в тот момент, когда она приобретает своё своё самосознание и выходит из-за влияния вот этого патриархального мира и традиционных ценностей, её всё равно сжигают. То есть, ей невозможно никуда улизнуть из этого мира. Если ты пытаешься улизнуть, ты лишаешься защиты своего сутенёра и, следовательно, тебя насилуют, убьют и ты сгоришь. Ну, то есть, мы понимаем, давайте каждому... Не байкер, не байкер заманивает мужу. Не сжигают, не байкера. Не байкера, разница между ними большая. Да, байкер выживает. Да, да, да. Вопрос. Что случилось с первой, самой первой девушкой, которая ещё там пустила? Да, да. И вот тема только колониализма британского. Они тут рефлексируют на тему колониализма. То есть, вот они вот куда-то прибывают в чужое место и начинают экспортировать. Хорошие деньги. Я считаю, что это можно разорвать. Кстати, есть образы иммигрантов. И Чеха. И Линч. И Линч. Человек-слон и Клинкит. Ну да, нет. Тут Линча много, можно как-то найти, перекричек параллели. Но к теме иммиграции вообще, как иного другого, здесь действительно опять же, вот этот грек, да, там албанец какой-то. Чеха-чех. Чех как-то мимоходом. Да, 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 мимоходом. Но она ловит социальных отщепенцев. Она сама является социальным отщепенцем и ловит таких уязвимые социальные категории. Как Миряна сказала, как насильники насилуют тех, кто отстал от стада. Потому что их проще поймать и заточить. Ну поймите честно. Ну вот. И она сама как-то сначала, она такой же модель, как насильник любой реализует. Она принадлежит этой логике нормального патриархального мира, реализует мужскую модель. Ловит одиночек и их потребляет. Потом у нее перестанет работать этот нормальный условный механизм. Она приобретает самосознание. Пытается отбиться от стада. Ее ловят и уничтожают. Поэтому как бы у женщин нет вариантов. Вот. Так же как и у иммигрантов, выходцев из колонии, тех, кто потерял свою семью, свою родину и свой дом. Остается надеяться, что ловайка на ее, что ловая станет на раз. Большая рыба подруга малая. Это как раз это очень сменует, потому что он как раз интегрирован в общину своей, а на старшей семье сюда и декрированную. Ну да, да, да. А честно, там вообще, которые в общем тоже мигранты. Намады не выживут. Ну, здесь скорее они не намады, а все-таки одиночки. Это все про тему одиночества и про то, что каждый оказывается изолированным и уязвимым. Вот эта первая женщина, проститутка, она также оказывается уязвимой и одинокой. И это на самом деле такой намек на то, как будет развиваться сюжет. Потому что наши... Слушайте, слушайте, ее даже не сожгли. Ее, видимо, как бы обездвижили. Первая женщина, это же не тот же андроик. Ну, скорее всего тот. Первая, тот же, мне кажется, внешне, да. То есть внешне укладная оболочка. Там она же играет. Она тоже что-то с ней стало. Я думаю, что с ней что-то не стало. Кто-то решил, кто-то еще что-то поломалось. Что-то у нее только... Мне кажется, там самое важное, что она пускает слезу. Это, наверное, чувство, которое потом... Да, да, она опять вычеловничилась. И это ее разрубило. В общем, даже инопланетяне прочувствуют женскую долю на Земле. Ломаются. Нет, у меня было предсказание, что когда она попала в туман, когда она здесь сбитит, предыдущую тоже сбили. И вот в этом тумане ее подбирают, уже это сбитое тело, и отправляют ремонтировать. Но это осталось на Земле. А это осталось на Земле. Практически было. Нет, все это ужасно. Потому что латентно, с моей точки зрения, этот фильм протаскивает правые ценности. Потому что только будучи причастным к семье, будучи причастным к своему клану, к почве и к крови, ты можешь спастись. Если ты становишься... Нет, главная почва здесь самая... ...ибераловая... То тебя сжигают. Тут наоборот же, как же протаскиваться правой ценности. Наоборот, видишь, что вот если же не та, правая ценность не говорит, что они хорошие, а вот если вы не в себе, вас убьют. Мне кажется, та дискуссия, которая сейчас поднялась, это вопрос, действительно ли этот фильм не дает феминист? Ведь в нем есть какие-то темы, сказанные с семиниками. Слушайте, надо изначально, наверное, все-таки копнуть. Если вы читали, я, допустим, не читал, что там? Потому что режиссер, это его версия. А что вообще в книге? Каким образом? Ну, вот, хорошо, а не ведые людей? Была ли, кроме классификации, первые, третьи сестры? На каком основании они там отбирали этих людей? Грома, грубо говоря, у меня есть эти человеческие мысли о том, что что-то лучше, что-то хуже. Эти явно не котируются, на это увидят их. Вот совершенно не котируются. У меня как-то мяса мало. Как это в книге вообще? Ну, мне кажется, что как раз ему было важно уйти от этого содержания книги, и все-таки, на мой взгляд, здесь вот основная линия, через которую отчетливо проявляется такая феминистская проблематика, связанная с навязыванием конкретного женского опыта, вот этого сексуального, она здесь есть. И вот если, опять же, вернуться к Кристевой, потому что она говорила об искусстве, которое способно выражать некоторые состояния, вот этот страх субъекта потерять самого себя, то этот фильм, он как-будто показывает, что идея вот этой гиперсексуализированной женщины, она устарела настолько, что даже кино, это становится некоторым сквозным сюжетом, некоторая базовая история. В этом отношении, мне кажется, этот фильм становится очень низким. В отношении, в дискуссии, которая сейчас началась, о том, что она вышла из системы, все пока, она перестала как бы соблазнять женщин, все, до свидания. Ее в итоге убивает мужчина, она показывает в фильме насилие, вообще-то как бы с точки зрения феминизма, показывает насилие над женщиной в фильме, это уже не очень было, потому что это демонстрирует, что так можно делать. И в этом отношении фильм не феминизм. Да нет, слушайте, это тоже каждый будет для себя. Честное слово. Честное слово. Но люди, которые увлекаются там феминизмом, кому это близко, они будут копать в эту сторону, а они увидят то, что они. Можно я наоборот? Да. Мне этот фильм напомнил чёрный квадрат Малевич. То есть каждый смотрит и видит то, что видит. Хотя на самом деле всего лишь там чёрный квадрат на стене. То есть вот все ваши рассуждения, как фантастический фильм, он вообще плохо жив и плохо склеен. Как там феминизм, я вообще не увидел. Но я что всё равно не жалею, что я пришёл и посмотрел, потому что здесь я видел эти красные Шотландии, пейзажи вот эти, сильные, брызги, вот этих морских, морские брызги, ну как живые, вот хочется прямо подойти и клются, да? Формы, ледниковые формы клефа вот в Северной Шотландии. Вот это мне вот сегодня больше понравилось и больше как всё остальное. Вопрос, что каждый видит то, что хочет видеть. Но природ здесь, правда, многое. Она очень красиво сделана, она антизирована, она явно связана с ней. То есть природа здесь связывается с её вот этой, женская природа, земля, вот это вот всё Шотландия, мне кажется, здесь есть. То есть, здесь есть ещё такая рема. Там больше нет кадров и не непосредственно за рифмом можно, когда она спит и качающийся лес. Да, но вначале это так за рифмом с тем, что она является, вот как раз в чём различие и отход блейзера от романа, в том, что нам не показывают, что они не тянь, нам показывают, что вначале она как-то создаётся, там слышны какие-то технические звуки, мы видим, что она как-то появляется. И интересно, что потом... Я, извините, обратила внимание, вот её странная походка, особенно, наверное, ещё странная походка. Она будет эту походку потом в «Призраке и доспехах» повторять, она там также ходит один по один. Ну, кажется, так немножко не по-человечески. И она создаётся фильмом, вот этим пространством искусства, которое посредованно технологически, технологией. И то, что вы говорите по поводу «Чёрного квадрата», очень близко к тому, что Дмитрий сказал о том, что здесь есть отсылки к «Космической Одиссеи», где «Чёрный монолит» — это такой вот объёмный «Чёрный квадрат» внутри фильма. И здесь эта женщина, которая сначала является частью технологии, частью чего-то бездушного, частью какой-то рациональной, нечувственной системы, постепенно трансформируется в чувственное, в живое. И поэтому она умирает. Потому что то, что живое, должно умереть. Вот. В этом отношении как бы можно вот в такой плоскости увидеть, и, конечно, вот эта вся земля и природа, вода, горы, они, я бы сказал, они, конечно, продвигают вот эту линию оживания. Мне кажется. История, опять же, попадание в замок, то есть и длительность приобретаешь. У неё же нет времени, пока она крутится в своём замечательном вагончике, как это назовите мини-мэре. Вот. Она же проживает один и тот же день, по сути дела. А когда она перестаёт существовать в этой системе, у неё появляется время, появляется на самом деле длительность. Поэтому они попадают в замок, например. История. Ну, это хорошее по пространству можно тоже сделать анализ. Потому что она сидит в замкнутом очень коробке. То есть очень в замкнутой системе. И дом у неё это тоже, где чёрные жидкости, он тоже очень замкнутый. А в итоге она размыкает эту систему. И если брать то же пространство для анализа здесь, то топография ещё сильно меняется. Потом она выходит на улицу, появляются длительности, появляется большой простор, который связан с оживанием, мысль, со смертонами. Она распоряется в небе. Она облетает, облетает. В общем, образ. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите. 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 Классика. Спасибо. Теперь постепенно, да? Да. В общем-то, как мы обнаружили, от каких-то очень субъективных смыслов, которые нас обладает по счёту фильмов, так же, как «Чёрные квадратные выдачи», как, в принципе, любое кино, это такой текст, который взаимодействует с каждым нашим субъективным внутренним текстом. Никогда не забывайте смысл. От того, что этот фильм, в принципе, очень феминистский, раскрывает несчастную женскую боль, и такой мощный метафорик, и «Нурганитянка», который сломался от такой же своей тюрьмы, и заканчивая той темой, связанный с сексуализированным женским образом, и вот этим давлением этой арханикультуры всё-таки много в этом фильме и феминистского подтекста, и подтекста, конечно же, связанного с грудной поверхностью, это означено. Я хочу немножко ещё добавить всё-таки про мужскую тяжёлую туры, потому что она тоже представлена, и тогда нужно о ней забывать, потому что мужчины тоже погибают, и они становятся жертвами вот этого сексуального дискурса и сексуации, которая продвигается в нашей культуре, потому что как она от этого страдает, так и они от этого гибнут. Поэтому мы можем увидеть здесь такую критику на вот этот голливудский стереотип или шаблонный стереотип, который есть по отношению к телу, к сексуальности в нашей культуре. Ещё добавить, что фильм очень похож на примесь Шейнер Пертера, в стилистике прямо, то есть очень мало диалогов. Да, я тоже помню. И, кстати, полгода, примерно полгода. Примесь, примесь. Мы его смотрели, она будет полтора, когда она будет. Не да, и сколько будет? Да нет, полтора, это уже будет. Я вспомнил внезапно девушку, которая гуляла по «Постон-дорикам» там, кстати, про нефти, и девушка вам пишет очень хорошие фильмы, уранские. Помещаются ещё одновидники. Видите свои глаза? Ладно, друзья, всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Если вы хотите их совершить. Там, за стенкой сейчас театр. Если вы хотите достаться за театр, посмотреть, участвовать в инверситуте. Самое важное, самое важное. Да, друзья, у нас будет следующий показ. Мы должны смотреть фильм «Череза» как «Найя Сварда». Фильм называется «Криво с пяти до семи». Прокрасающе. Просто про красоту. Чисто удовольствие. Да. И абсолютно для красоты. Поэтому это будет через неделю. Через неделю. Да. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы там обладываем всю информацию. Крупную. Киноклуб. Спасибо, что пришли. Привет. Сейчас, нет, ну не в следующую субботу, а через. А, да, да. Да, да, да. Да, я просто... Потому что я неправильно заду просто...